Выставки, мастер-классы, профориентационная работа, просмотр экологического кино, танцы на колясках и многое другое. Всё это программа Международного благотворительного детского фестиваля «Ангелы природы». Сегодня финальный день двухнедельного марафона. 2000 школьников собрались на экологический урок. Никас Сафронов для сочинских школьников провёл урок арт-терапии, тема защиты природы. Ведь главная задача проекта «Ангелы природы» – это экологическое просвещение. Именно поэтому приглашение принять участие в фестивале известный художник принял, не задумываясь. Нужно природу любить с самого детства, с раннего на раннего. Как только человек родился, он должен видеть вокруг себя красоту. Эта красота спасается сегодня благодаря таким идеям, таким проектам, как «Ангелы природы». Проект объединил всех сочинских школьников и приглашённых детей с особенностями развития. В том числе и поэтому финал инклюзивного проекта решили провести в сотой школе, признанной самой доступной в стране. Для нас, сочинцев, очень важно, что мы вообще вопросами экологического образования занимаемся отдельно. И то, что в основу акции «Ангелы природы» будут включены позиции нашего с вами хартийного проекта «Хартий жителей города Сочи. Я люблю Сочи». Среди участников фестиваля можно было увидеть и Александра Соломинника. Его называют российским ником Вуйчичем. Рождённый бесконечности, для многих он стал олицетворением силы духа. Своим примером он зарядил и многих школьников. Для меня это очень хорошо, конечно, чтобы люди знали, что я есть такой. А то, может, знаете, не знают меня. И думают, ник есть один, и нам хватит. А тот раз увидели второй ник. Ну и как бы люди скажут, что можно теперь и к нему, и ко мне обращаться. Кстати, фестиваль осуществил давнюю мечту Александра. Меценаты подарили ему инвалидное кресло с электрическим приводом. Сбылось и ещё одно желание. Он встретился с ником Вуйчичем. Самый известный мотивационный оратор приехал в Сочи специально на финал фестиваля. Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю тебя. Я люблю вас. Я люблю тебя, очень, очень. Я люблю тебя и я верю в каждого из вас. Они просили меня говорить об экологии. Все, что я скажу об этом, это следующее. «Окружающая среда здесь для того, чтобы научить нас быть ответственными». Со сцены в адрес сочинских школьников звучали слова, вдохновившие людей во всем мире. Любить природу, уважать окружающих нас людей, верить в себя и никогда не терять надежду. Ник впервые приехал в Сочи и был очень рад, что даже под проливным дождем собралось так много детей. «Сочи – прекрасный город. Здесь прекрасные люди, очень добрые. И даже несмотря на дождливую погоду, я счастлив, что я здесь и провел этот день именно так». Двухнедельный инклюзивный марафон «Ангелы природы» завершен. Кстати, трансляцию финального экологического урока смогут увидеть во всех 70 школах курорта, а после по всей стране. Таким образом, в Сочи будет дан старт всемирному движению. И именно Ник Вуйчич станет его первым послом. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».